Добрый вечер. Христос воскресе. Воистину воскресе. Но я только гляжу и думаю, зелененький, не зелененький. Ну что? Вот только что сейчас закончили мы. Навери шороху в интернете. Я смотрю, я же наблюдаю за всем. Я как раз... А вы мне пишите за то, что я закончил и вот выставил видео с крещением Агати. Я говорю, а я как раз смотрю это видео. И смотрю, а улыбка с лица не сходит. Вот, по крещению, по сегодняшнему. Мы же ничего не подрихтовываем. Как есть, так и даем. Некоторые вообще никогда не видали, не знают. Ну что, батюшка уедет. Прямо так удивительно. Да. Нет такого, нет. Я сейчас скопирую видео это и обязательно сделаю такую подборку. И хочу вот к этому видео с крещением, то есть сопоставить видео, как крестят в современных храмах. И вот как крещение проходит у вас. Делать такое сопоставление, вот, и написать, как правильно крестить и как неправильно крестить. Но они не знают. Но мы сейчас... Мы сейчас со священником, с одним разговаривали как раз на эту тему по поводу крещения младенцев. Вот он говорит, что младенцы испытывают такой шок. Вот. И сейчас вот многие тоже так родители боятся поэтому вот такого полного погружения. Вот. Действительно, ребенку может как-то вот повредить вот такое погружение. Повредить? А обрезает мальчика это не шок? А обрезание-то? Тут ничего в воде. Ребенок из утробы в воды, из воды в воду выходит. Почему лучше сейчас маленьких плавать? А-то глупости все. Шок. А от кого он шок-то? А ребенку режут, когда отрезают. Это как? Это операция. И однако делают. Никто хуже не делается. Еще какие ваххабиты вырастают. Кто-то тут недавно трепался, что священник делал. Ну, не знаю, кто-то прямо из знакомых таких. И ребенка, вот он окунул, ребенок умер. Я говорю, что ты дурью маешься-то? Да никогда этого, во-первых, не было. Это невозможно. При всем желании. Это никак невозможно. Тем более, рот закрывается, окунул. Секунда одна. Это так просто. Нет, есть такие по телевизору, которые показывают занятия, как вот таких новорожденных младенцев. Они же и окунают их, они под водой плавают. Это естественная стихия. Они же очень только что из воды. И ребенок-то в околоплодной... Тем более работает репрекция. Ребенок-то в утробе в околоплодной жительстве. Он же плавает там. И поэтому для него водяная среда, она, естественно, продолжение другое. Вот это, что он появляется на воздухе, и воды нету, вот это шок для него. А он там в воде защелся, и в воде жил, и висел на пуповине. Ну, маленько так прикинуть, уже понятно. А то тут шок, да. Ну, вода не должна быть ледяная. Не с ольдинками. Ну, и крестили в ледяной воде, не умирали. Человек закаливается. А это когда в ледяной воде крестили, это Михаил Васильевич Ломоносов, священников, упрекал. Они, говорят, делают так, чтобы сразу за похороны деньги взять. За крещение, за похороны. Ну, вот так. Это его родители... Мне сейчас люди заказывают. У меня люди иконы заказывают. А я наводящие вопросы задаю. А готовы ли быть? Крещение младенцев. Там, допустим, знаете ли вы символ веры? Знаете ли, для чего крестить нужно младенцев? Вот. И пугают так людей. Некоторые даже отказываются, отходят и не заказывают иконы. Люди абсолютно неподготовлены. Я вот в этом видео посмотрел, как она, ну, крестная восприемница, читает, как она подготовлена к таинству, как она читает символ веры грамотно. Вот. Вот так же и сейчас нет такой подготовки младенцев у людей. Люди не знают об этом совершенно ничего. Крестная-то специально приехала из Потеряевки. Она там с завучем, завуч. И муж у нее это фермер Игорь Барабаш. Вот этот мальчик, который подавал свечи, понамарил, это ее сын. И название-то какие? Иеремия. Ты сегодня в школе найди Иеремия. Ему имя Иеремия при крещении дано. А старший у него брат Терентий. Но даже тут музыки-то сколько. Она, конечно, знает. А тут был журналист из московского кого-то, из комсомольской правды. Он там работал. А потом Потеряевки был. И вот для слова Божия нету с книжкой-то. И там в конце написано 4 статьи. он работал в версты. Версты называется. Ну, как километры. Что, говорит, мужчина, говорит, то стать бояриной. А женщина, говорит, любая бояриня. Ну, посмотри, какая она. Ее хоть сегодня выставляй там бояриня Морозова или что-нибудь. Она хоть куда ее поверни. Ну, и рядом-то с ними стояла. Это мать Игорева. Мать. А который бритый, это мужчина-то стоял на вытяжку. Это его отец. Он в КГБ преподавал. Городистов готовили. А я так и понял. Он, поход. Что-то затормозило. Не слышно. Связь плохая. Интернет слабый. Ну, да. Ну, а я, ладно, вернусь со всем-то. А вот теперь жития святых, когда вам кто-нибудь где-нибудь что-нибудь будет говорить, вы их прямо отсылайте сюда, скажи. Иди, там 83 ступеньки. Поднимайся. Там, окажется, около 3000 штук ссылок на священное писание. Ох, и тяжело было мне. Игорь немножко побыл. Да не, по одному. Все разошлись, я один остался. Да, конечно, Ильина Тихич. Да и поскольку по пять роликов выставляли в день и больше. Больше. Два дня вчера, что и сегодняшние, мы выставили где-то... По сколько, Володя? Ну, не знаю. Не считал. Ну, по 10, скажем так. Мы струнулись с места. Ну, 83. Это фактически за полторы, допустим, недели. 83 ролика. Это и меньше полчаса нету. Это каково. Так это надо было подготовить. Считать-то легко. Местописание выделить. Вопрос синим. Оно смотрится. Ну да, это, конечно, труд тонический. Я только смотрю на одну писанину. Сколько... Ладно, выбрать, допустим, поисковики сейчас есть. Можно поисковика. А это же надо все прописать, все отметить надо. Работа, конечно, большая. Я тут поручу, может, Михаил Кальмаев возьмется. В каком ролике, про что вопрос? Один или два? Один или два? Вопросы, это там некоторые задавали вопросы. Да, вот это вот... Это желательно сделать обязательно, чтобы не теряться, а переходить вот по названиям, по определениям. Люди уже поселились, говорится, в коридоре, в общей двери открываются. А уже какая квартира, это проще там табличку повесить. А это любой может сделать. Так вот, у меня полная... Я совершенно терял все. Дальше не могу. Прям тут сижу и опять сажусь. Володя что-то делает. А я на стол мешком закрылся, уснул. Задремал опять на улицу. А умыл лицо и опять скорее сажусь. Мы начинали где в полшестого и заканчивали где-то около 11 вечера. Вот и считай. А тут еще тогда деревья-то пилили, мы навозили-то. А тут пришел Николай Пальгуев, попилил нам их. Ну а Володя калашматил. Ты не глядишь, что он маленький. Он как дятел. Долбит и долбит и долбит. Все расколотил. Они так трудно колятся. Ну а потом нам все это... Нам надо было ванной таскали, складывали. Мы тут... Сколько мы тут? Дня три, наверное? Ну, я так. Да. А как свободное время-то там делаем. Потом бежим сюда, записываем. Помолились опять туда. Вот так интересно в своем доме-то жить. Знаете, Тихо, по житиям вы делали такие вот... Как говорится, разбор полетов делали. Да. И вы старались выбрать такие жития, где есть несовпадения с Евангелием, со Святым Писанием. И как вы так можете сказать, много ли святых жили по Святому Писанию? Много. Их сейчас более тысячи, да, я не помню, точное число. И вот есть ли судьи, которые исполняли буквально Писание... Буквально там вопросы задают. Что вы нашли полезного? Что можно сегодняшним людям взять за оригинал? Там вопросы-то такие положительные. И я беру из всех житий, выбираю именно... Ну, не все житие, а житие, допустим, 15 страниц. А я беру там меньше полстраницы, показать. И там все взято в кавычки. Это цитаты, цитаты. Тут никто не опровергнет. Ни один синод, никто. А это не евангельское совсем обращение. Но есть такие, которые... Прямо спрашиваю. Ну, есть ли такие, которые выходили из монастыря и пошли на проповедь? Я повторяю, я за монастыри, за монашество, но без всяких обетов. Потому что они на этом спотыкаются. Смотришь, женился, обет нарушен. Зачем тебе обет от нужен был-то? Ну, я вот так понимаю, что цель вот этих всех, как говорится, роликов была это... Вы, ведь, вот эти обольщения, которыми сейчас обольщаются люди, ну, то есть, не зная подробностей, не читая, можно сказать, жития святых, а вы, как говорится, раскрыли в свете Библии и показали, что не все так гладко и сладко там в тех житиях-то. Оказывается, можно посмотреть с другой стороны на жизнь святых людей, да? Да по-другому они не смотрятся. Все было бы хорошо, если бы не было Библии и Евангелия на земле. Не было. Тогда бы стояло все на месте. Это новая религия, совершенно противоположная Евангелия. Вот что я доказываю. И доказывать-то нечего. Я просто беру, цитирую рядом библейский. Библейский я посчитал, где-то у меня 7, что ли, тысяч. Или 3 тысячи. Сейчас даже я могу не увидеть где-то. 3 тысячи. 7 тысяч 640 ссылок только. На библейских привожу. 7 тысяч! Это надо знать. Я знал, где вкропить, какие места Писания. Они взяты, выделены. Теперь сравнивай с другими, смотри. Они враждебны против Евангелия были. Но они есть. Положительные, где было там... Знаете, что? А святость? Вот святость этих людей от этого умоляется. Но какая святость, если вопреки Евангелии? Там мы все придумываем. Становятся они. Они вот их называют святыми людьми. Они остаются святыми в ваших глазах. В моих глазах все, что церковь признала святым, для меня святые. Но я должен сказать, что не по Евангелию. Мне зачем их опровергать? Святой или святой, я молюсь им. Церковь признала. Но не по Евангелию. А не по Евангелию, значит, спрос будет другой по полной программе. Будет ангел, говорит, не то, да будет анафема. Во всей Библии четыре анафемы, все на православных. Я еще придумываю это. Кто не любит Господа, не любит Маранафа. А как любить, когда ничего про Христа не знают? Даже ангел придет, ангел, и будет говорить не то, анафема. Считай, Галатам 1.8. Я ничего не добавляю, кроме того, что отдельное место, допустим, спрашивают, как эти люди поступали, какие причины, что уходили в монашество. Я беру из разных житий. Или спрашивают, а как они молились? По молитвослову или как? Они молились своими словами. Я беру 46 житий. 46. Ну, это понятно, что человек не найдет. А где он найдет, когда он не знает-то? У меня они есть. 46 житий. Из них я беру только молитвы, как они молились. И все по порядку веду, засчитываю. Нам надо учиться у них. У Пахомия было 11 тысяч монахов. То есть вы... Ну, правильно, я вот о чем хочу сказать. То есть вы расставили такие акценты, чему нужно учиться у людей этих, а чему не совсем нужно учиться. Я так и говорю. Вот они там, какой у них устав. Я говорю, мне вообще это близко, импонирует, нравится. И у меня это все в деле есть. И в лагере везде. За столом не разговаривать, какие у него правила. У меня эти правила введенные, без него. Я внутренним щитьем знал, что это надо сделать так. И вот они как воспитывают, как считают. Я это все показал и сказал, мне это очень нравится. Но то, что они его запечатали, и он сидит там, никому не сказал, это зарытый талант. Я привожу это место Библии. Это вы так еще, говорится, сбоку прослушали. Когда вы будете по порядку смотреть, там мысли у вас пойдут. А они ничего не скажут. Монастыри поглотили все, что было евангельство. Все перебололи в себе. У них там такое в монастырях было. Я не с Бога. Я не с Бога. Я треть роликов, наверное, уже просмотрел. Прямо так. Некоторые по два раза прослушивал. Да, там ничего выдуманного нет. Я действительно во многом с вами стал согласен. Потому что нельзя провернуть то, что вы говорите. Но Бог будет судить по Евангелию, по Библии. Но вопрос-то снятый. Меня на дорогах, еду на машину, будут проверять ГАИ по их правилам, не по моим, какие я напишу себе. Не по китайским, а по Российской Федерации. Вот и все. Так и здесь. Бог сказал, я не сужу слово, которое я говорю, я говорю. А оно будет судить. Оно. По нему будет рассмотрено на страшном суде все биографии до одной. Но ясно, что я это понял с первого дня. По ней надо и жить. Надо свою жизнь корректировать священным писанием. Почему он и говорит Тимофею 4,16 в первом послании. Вникай в себя и в учение. В себя. Что у тебя? И в учение. И занимайся этим постоянно. И поступая так, спасешь себя. И слушающих тебя. А они поступая ни в себя, ни в себя. Вот знаете, вот у меня изменилось тоже буквально в противоположную сторону изменилось мнение вот об этих таких мнимых подвигах святых. Вот об этих веригах. Или когда люди самостоятельно затащали себя в пустыне, колодцы там в различные этих самых себя в подземелье затащали. Вот вы знаете, я у меня совершенно изменилось мнение. Я смотрю на это совершенно другой стороны, что действительно люди эти не выносили никакой. Они, может быть, хотели чем-то перед Богом, как говорится, покаяться. Но пользы-то от этой мало, от этих подвигов. Никакого нету. Не то мало, а за это отвечать придется. Представьте, самый умный человек на две империи, Арсений Великий. И ему голос какой-то слышится, беги и молчи. Как это так? Господь дал язык, и написано бессловесная скотина, вот собака, она вяжет, больше ничего не может сказать. Человек язык есть. Научу беззаконных путям твоим. Мы же читаем 50-й Псалом. Как ты научишься, когда ты один? Кому ты будешь говорить-то? Господь говорит, я не говорю, чтобы взял из мира, то есть об этом речи нет, но чтобы сохранил от зла. Это Господь Отцу Небесного молился, когда. А здесь именно наоборот, высосали силы. Мусульманство возникло на этом. Как Андрей Кураев говорит, за 6 столетий ни одного Кирилла Мефодия не послали, а налоги брали. Это бищ, это наказание. И главное интересное, мусульмане против колокольного звона и против монашества. самое главное. Они нам как бы долбят и показывают. У них нету колокола. Они залазят на минарет и кричат. И кричит он по делу не просто так. Он считает суры, аяты переделанное на то, допустим он кричит Аллах, а он кричит о правоверное вставайте, пойти мещеть это намного лучше, чем лежать на постели, что Аллаху скажете потом. А люди идут, они слышат голос, а у нас колотит, ну да, колокол положено, похоже на голову, а который бьет, это называется язык, язык у колокола. Но это не голова, не посмотреть, нужно ли это. А мусульмане запретили, поэтому у них одна доска висит, деревянная, и в доску они били, созывая монахов на моление. Для нас учителей это 2 миллиарда Бог поставил. А вот как быть с теми людьми, которых сейчас называют светильниками, которые где-то в затворах, в одиночестве в таком молятся, Богу. Их называют светильниками, молитвенниками за целую, допустим, Руссию. Да можно все сказать и назвать. Так вот Иларион Троицкий, это ближайшая правая рука патриарха Тихона. Его из лагеря выпустили умирать, он до дома не доехал, умер. И он об этом говорит. Ну мнение такое, и дальше он приводит, это у меня все в этих роликах есть, это там перед концом, что самый плохой монах это все-таки лучший самого хорошего мирянина. Вы откуда эту бредню-то взяли? В мире живущий человек всегда являлся примером для монахов, Бог показывал. Когда они искали, а кто больше меня подвизается? И Бог показывал на людей, которые в мире живут, а не на монахов. И кому? Самому великому Антонию великому, Антонию. И Бог ему указал, иди в соседнее селение, там две женщины. И он говорит, что вы, как живете? Какие святые? Какие святые? Мы прошлой ночи с мужьями ложе разделяли. Ну а дальше он все узнал, что они не родные, за родными братьями, за двумя. Семь лет живут, и ни одной ссоры не было. И мы хотели в монастырь идти, это пропитано было, но братья не отпустили. И мы решили тогда здесь так подвязаться, чтобы как в монастыре. Вот и все. Какая польза так? Интересно. Те монахи, которые вышли к людям, да, говори. Да, продолжайте, я потом. Те, которые вышли к людям, они говорили, это записано, как Иероним Стридонский, какая польза, если я буду там сидеть. Никола Чудотворец Мерликийский, ему это было сказано, все, которые вышли в мир, ну, возьмите это за эпиграф. Что интересно, как бы они не хвалились этими подвигами, комарам отдал себя, резали, давили, жгли, но эпиграф взяли, 13-7 посланий к евреям, поминайте наставников ваших, какие, запятая, которые ушли в пустыню, нет, которые проповедовали вам, которые проповедовали вам, их поминайте, прямое указание, и взирая на кончину жизни подражайте вере их, а много ли таких, я делаю процент, показываю, а где, прямо по слову Божию, первый век, в первом веке они никуда не шли, четвертый век это все породил, и какая причина, мир обмерщился, и мы решили уйти, бросить мир, а где вы нашли такую заповедь, надо идти в мир и проповедовать, сектанты туда идут, и смотри, как они наполняются, самая быстро растущая секта свидетель Иегова называет себя, у них любая бабка, она на ходу, а здесь запирают и сидят они, они молятся за весь мир, а я еще молюсь, за одну кошку, церковь, придешь, вот этот раз мы были, поминают, живого и мертвого, за одно имя 50 рублей, да я миллионером был бы, если брал за это деньги, мы каждый день молимся за весь мир, за всех президентов, за бывших, ушедших, за изобретателей, за Израиль, за Японию, за Украину, произносим это все, а они молятся за весь мир, да как они еще молятся-то, из-за них Россия погибла, молельщики, есть такое выражение нехорошее, Россию это про, вот и все, вот и все, они молятся, молитва должна подтверждаться делами, пониманием, вот и здесь в полный голос все сказано, у меня последние два ролика, почти полностью об Игнатии Брещанинове, а как вы можете, а я ничего не говорю, я просто цитирую его, какой том, какая страница, и все указано, том страница, том и страница, ну, со мной не надо разговаривать-то, считай, смотри, бери книгу, да, я книги редкие достал, иноческие уставы, как ребенка, берет, издевается над ним, и бросает его в реку, поймали, это все выставлено, древние иноческие уставы, я показываю, кто, какая страница, какой пункт, как он может опровергать, это не я же уставы писал, это вы не сиськи у Пахомия, его передикат. А вот, я, может быть, еще не дошел в ваших высказываниях о житиях святых, вот, может быть, еще не встречал такого, вот, какое у вас отношение к блаженным? Каким блаженным? Еродивым? Кам? Еродивым, да. Ну, какие блаженные? Дуль? Придураться не надо. Да где Господь это велел? Нас почитают такими, считают за глупость, что мы говорим, что Бог воплотился и умер. Это называется еродство проповеди. А не то, чтобы он что попало делал, голышом бегал. Он там где-то видел еродивая Русь. Этого нигде нет, это выдумка. Это как какое-то проклятие на русский народ. Отдельная книга еродивой Руси. Бог дал разум, чтобы человек разум возвысился над тварью. А он еродивый, а он мог сказать, он мог сказать, это Василий еродивый, мог сказать Ивану Грозному, зачем ему было говорить-то? Звер насытился кровью и умер. Кому надо сказать, сказали. А он перед ним вот ломается, и ты постишься, живое мясо ешь, он лови его, а его уже нет, убежал. Ну и что он узнал? Перестал. Он идет в Новгород казнить и казнил их. Каждый день по 700 человек. Как Жуков. Еродивая, блаженная. Она подошла, Владыка, меня благословите, вот я хочу еродствовать. А зачем тебе еродствовать? Ты от рождения дура. У тебя на лице это написано. Ну, я не знаю, как к этому относиться, пока еще насчет этого. Вот у меня есть сомнения. Все-таки рождались же люди такие от природы, они чудаковаты, и все-таки через них вещал Господь. Были же такие люди со странностями. Для спасения жизни один раз придурялся Давид. Он распустил слюни по бороде, когда у царя Анхуса был. А царь узнал, говорит, а зачем мне, у меня таких своих хватает, выгнали его, и он этим спасся. Больше нигде этого нет. Наоборот, человек мудростью спасается. Одному знание дается, другому слово мудрости, а он ничего не говорит. А он делает наоборот. Его считают блудником. Он там, что считаешь, просто страшно. И он матерится. Это все ему дозволено. Да где это видно? Вот этот остров поставили, и там Петр Мамонов играет его. Он юродствовал. Ну и кого привел он? Наша задача свидетельствовать о Боге. Нам ума не хватит понять, а еще и юродствовать будем. Нигде столько юроди, их нет столько на Руси. У них и сказки такие, имели на пищи поехал. Говори. А как вы объясняете юродство проповеди? Как можно объяснить это? Юродство я уже объяснял сейчас. Вы просто прослушали. Для язычников понятно было. Гора Олимп, прекрасные рощи, живут боги, дерутся, блудят. Все понятно. И вдруг плотник из Назарета, и он бог. Это для всех было действительно шок. Юродством, то есть глупостью проповеди. Весь народ считал, это дурь. Что вы придумываете? Кого он мог спасти, этот плотник из Назарета? Он себя не мог спасти. Вот проповедует, что попало. И вот это юродством проповеди. Павел говорит, я решил прийти к вам ничего не знающим, кроме Христа распятого. Юродством проповеди. А не юродивый, я буду ломаться. Юродство, которое мир считает за дурость. А мы это выставляем на первое место. Мы верим, что Иисус умер за наши грехи. Как он может умереть? Ну умер, он воскрес. Как? Из мертвых? Да, воскрес. Это юродство считалось. То есть юродство означает дурь. И мы этой проповедью, которая... А Христос, когда говорил притчами, это можно назвать юродством проповеди? Нет, тут все нормально. Там юродства не было. Юродство на первом месте это крест Голгофа. И то, что он Бог. А что он Бог, он запрещал говорить до времени воскресения. Поэтому юродства никакого не было. Нету нигде. Юродство было только это для язычников, которые не могли нормально слушать даже. Юродство проповеди. Глупость, дурь. Как даром? Даром спасает Бог. Он наши грехи взял на себя и омыл нас кровью своей. Что попало? Вот это они считали юродство. Дурь. Иудеи, требующие детства, еле не ищут мудрости. В какой мудрости? А мудрость у них по богам, по божествам. Вот в житии святой великомученицы Екатерины об этом она начала по всем богам. И другие там говорят, вот вы какую считаете? Венеру. А Венера еще кто-то начинает. Да тогда и та же Афродита. Блудница. Она блудила с Аполлоном. И это вы ей покоряетесь. Поэтому ваши жены такие. Они знали их жития. Жития этих ну биографии написанных богов. Но они писали и святые обличали их в этом. Как вот Данил Сысоев по Корану. Он по Корану шел и показывал кто он такой. Как это? Один и тот же Бог, Аллах и Егова. Так что рассматривать жития святых во свете Библии урок дан. И когда они дадут до последнего урока они будут уже другие. Такого материала в интернете нет. Я могу сказать и не будет. Потому что взято все положительно и все отрицательно. А они ни жития не знают, ни Библии. Я вот действительно могу подтвердить, что евангельский свет как говорится ну я не знаю можно так сказать, но он закрывает можно сказать затмевает все вот эти вот ну все вот эти жития. Я даже немного расстроился, если честно. А им непонятно следующее. Если вы так говорите и опровергнуть не можете. Второе непонятно одно. Как вы их можете признавать за святых? Вот главный это вопрос. Что это это не по Евангелию? Тут вопросов вообще нет. Это снято. Но как вы можете им молиться? А у меня вопросов вообще не решается. Я православный, я принял все как есть. Но у меня есть разум, которым я показываю. Это неправильно. И поэтому неправильно я показываю как выйти из этого положения сегодня. У меня конкретная программа. Конкретная. Я до одного шага высчитываю. Когда в местной епархии мы предложили вместе на благовестие пойти, что нас объединяет. Мы все сказали. Сколько человек, где мы ночуем, какие продукты брать с собой, сколько Евангелий. И дальше приезжаем на село, договоримся где. И мы обжимаем его со всех сторон к центру. Три часа дня собираем людей в клубе или на стадионе. А дальше вы говорите 15 минут. Я говорю Московская Патриархия и православная русско-зарубежная церковь, к которой мы относимся. Но концовка одинаковая. Мы всех людей приглашаем в храмы Московской Патриархии. Вот что нас объединяет. Мы к себе-то никого не зовем. У нас это не положено. Это у нас не принято. Это запрещено звать к себе. А как же так? Ну когда просится человек и крепко просит, тогда разрешаем прийти на один раз. А почему так? Потому что мы может карикатура перед Богом. Вот сейчас только позвонили, а она в другой деревне живет, и к ней женщина одна, она как будто нас знает, просится прийти, приехать у нас побыть. Ну проверю, а день как следует, да и все. И вот прошлое на занятиях у нас была, которая против меня свидетельствовала, просила прощения-то. 26 лет прошло, и Господь ее нашел. Надо уметь ждать. Я вот недавно смотрел, можно сказать, подавчера смотрел фильм, сделали какой-то новый фильм про Матронушку, как она исцеляла там актер известный Караченцев, еще там певица какая-то. И вот передача, наверное, больше часа про Матронушку, и ни слова обои они не сказали. Вот Матронушка исцеляет, Матронушка вылечивает, я молюсь Матронушке, Матронушке, помоги. Вот, а слово Бог, Иисус Христос даже ни разу не говорит, как будто Матронушка, она имеет власть такой, извечивать болезни всяческие, понимаете, как. Народ вот на это настроен и идет с такой методом. Они до этого Ксению Петербургскую так же, но закончив канонизацию, они сразу ее забывают, пошли дальше. Матронушка, а Матронушке, когда материалы собирали, и насобирали такое, что она сильно обличала священников. Они это сразу все выщеркнули, сказали, это нельзя. Это не жития, это выдуманное все. Они лгут, им верить нельзя. мы благодарны Богу, что Господь дал нам азбуку, это все записано в книгах, и есть Святая Библия, и во свете ее мы теперь проверяем, смотрим, сходятся или не сходятся. Идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари. Пусть они это перейдут. Почему священники не объясняют людям этим, что вы молитесь Матронушке, но что Бог помогает вам не Матронушка, а Бог помогает по молитвам Матронушки. Почему люди этого не знают? Или они не хотят этого знать? Они боятся свою пасту, боятся потерять ее. Я знаю, какая причина, почему они так. Они боятся правду сказать народу. А нужно говорить, как сказал пророк Иеремия, и как пророк Михей говорил, так говорит Господь. И все на этом закончилось. Я слушаю, что мне скажет Господь. Они этого не знают, у них нет пророческого гласа. Они бесчувственные. И что они скажут? Это приносит прибыль? Да. Они захватили мертвую, повезли сейчас по Сибири, привезли, и там везде Матронушка, то гала видно на небе, это два как солнце видно, то радуга, то что-то. Какая это вера-то? Это вера из-за одних предрассудков. Нам нигде не сказано молиться им. Нет. Так а вы молитесь? Ну, я молюсь, я православный, я молюсь. Но если я беседую с сектантами, я не буду им говорить, молитесь Матронушке. Они спрашивают, а как вы можете молиться? Вот этот я ролик выставил о крещении. Ну, как же, когда святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов и Ангеллатаус крестились 20 лет, а у вас ребенка крестят? Да, крестят. А что это правильно? Правильно, но только редко. Крестить только у тех, которые истинно верующие и будут по слову Божию учить. А почему? Потому что оно прообразовано было обрезанием. Обрезание это завет с Богом. Согласны? Согласны. И крещение завет с Богом. В каком возрасте было? В восьмидневном возрасте. А какой завет восьмидневный ребенок мог сделать-то? Ну, 17 глава бытия, считай. Все, встало на место. И на 7-14 первое послание к Коринфянам. Иначе дети ваши были нечисты, а теперь святы. А почему они нечисты? А в беззаконии защитят, и во грехе родила меня мать моя. 14 глава 4 стих книга Ивова говорит, кто родится чистым от нечистого? Точка. Не один. Не один. А почему дети святы? Даже Мартин Лютер это понимал. Потому что два. Один верующий, другой неверующий. Верующая половина крестила детей. И в крещении они омыты кровью Христа. И дети теперь ваши святы. Когда Господь говорил, таковых и царство небесное, это не дети ирода были. Это еврейские дети обрезаны на восьмой день. Надо еще договаривать, кому говорил Господь. Надо в эту обстановку войти. Вот дали мы по житиям святых с разбором по Слову Божию 83 ролика. Отсылайте туда, пусть слушают. Я знаю, они будут со скрежетом зубовным, но будут лезть в следующий ролик. Они на одном не остановятся. Они будут лезть туда. Они будут придираться, я не так одет, там не так слова сказал где-то. А суть это не меняет. Потому что текст идет перед глазами. Текст. Он крупно сделанный, понятно, что толковать-то. Бог дал, и мы рады. Я не думал, что мы закончим. Володя собирается уже потеряевку скоро ехать. Без него-то я ничего тут снимать уже не будем. Вот второго мы должны поехать в консульство английское. Вот тут вопрос. А уже дальше, после второго, если все благополучно будет, речь идет уже на свою ставку потянем. Пока известий никаких нет, они сказали там пока работают и будут работать. У нас есть цель, и мы к ней идем. Из Англии сегодня пришло, поздравляют, ждут, ждут просто. Из Финляндии, что интересно, Финляндия особенно удивила. Запрос сделали в патриархию, патриарша, это церковь, то патриарша, и патриархия дала добро на встречу со мной вообще. Да довольно интересно, что делается, что они экспериментируют или что. А там какой игумен тот говорит, а мне указания какую роль играют. Мне есть человек интересен. Я впервые вижу человек ни перед кем не горбатится. Он говорит так, как есть. Я желаю встретиться, и моя паства желает, и все на этом. Держат их под зеленым. Ну Иннатища, это значит то, что они пригласят вас выступить в соборе, да? Да не знаю, может библиотеки какой. Они начали там, а вы не имеете права, вот сегодня на меня один вышел, Тимофей, хороший парень-то видать, ну видать, ну недавно там что-то застерлигова, он выходил уже на меня. А сегодня вот оно мне сейчас закачивается его. А попутно сказать, у меня со вчерашнего дня стало закачивать раз в пять медленнее. Почему? То ли что-то сбилось. Надо смотреть. У меня очень хорошо ужимает намного быстрее Володинова. А я ему отдаю, он вставит, он почти все вставит. Ну поставлю ее, она часа четыре на один ролик крутит. Ну куда это годится? Это надо с Виктором поговорить. Виктор придет. Вот если бы вы были рядом, я бы вам сегодня подарок сделал. Из Потеряевки привези Березовку. С медом ее. Но она если даже закиснет, она не теряет качества свои. Если Господь благословит, мы можем с собой захватить. Банки консервируем консервируем. Ну она консервируется, в нее бывает изюм пускает или еще что-нибудь. Но конечно не коагулянты эти называют. Пускает там разные эссенции или чего. Этого нельзя делать. Для почек это природный продукт. А что консервация это? Вот она кисленькая маленькая бывает то маленечко соды дашь с медом разведешь и все чуть-чуть она тоже кислоту все убивает. Она только кислоты добивает. Мы детстве собирали, а сейчас наши дети наверное не знают что это такое. Да. У нас тут в деревню ездили на Пасху Сергей ездил Пупков а собаку ко мне привел. Мы тут с ураганом были. Он был здесь. мы сфотографировались. Ну он готов к поездке. Готов полностью. У нас один вопрос только непонятно с Англией как будет. Должен запасной вариант по Франции быть. Где оставить если не пропустят. Потому что они ставить надо укол при них. Но нынче говорят будто бы это снимают. Тут нехорошее известие пришло об Украине. Будто бы на Украину пересекать к ним туда на территорию не разрешают от 18 до 60 лет мужчинам. Это от страха. От 16 от 16 Ну что у нас один я прохожу только. Ну мы то они имеют ввиду на Украину. А нам то Украина не нужна. Мы едем по дороге через Украину. Мы перепрыгнули через нее. Я думаю что наверное это учитывают они. Иначе они закрыты должны все таможни. Им это зачем? Да они должны это учитывать обязательно конечно. Сколько отразит идет и в Европу люди едут. Мы по прямой идем. Нам пропустили как здесь нам прошмогнуть скорее в Румынию дальше Болгария. Я не знаю конечно мы молимся начинает говорить что-то я говорю я со всеми согласен только над нас это почему-то не срабатывает Бог Бог и поэтому мы доверяемся ему. это вот сейчас только мы закончили 83 ролик Володя будет к утру уже загружено наверное мне все известно это насчитано из моих книг 7-8 том и все равно я заново все пережил я переживаю куда зашли сколько потеряли каких людей и все туда гробили и гробили монашество но к миру не пошли не пошли ну и результат какой вот они говорят Игнатия Брещанинов говорят но какие доказательства никаких я привожу здесь книга номер такой то их семитомник вышел 7 небольшие книжки как у меня симфония и какая страница и дальше в кавычки выдержка но у них ничего нет если я говорю вне церкви нет спасения Илариона Троицкого я из его книги цитирую если они о Муниосе говорят там Филипп этот как он его Владислав или как то это вот я привожу какая страница и выдержки выдержки из этих книг вот и все они ничего не могут сделать никак только так что отмахнуть не надо это не надо как не надо когда уже выпущено уже колонизируете не было ничего подобного вообще такого же об этом даже и никто намек не давал никакого вот о таком разборе да не было нигде обычно они паразиты они собрались дармоеды нет это были труженики высочайшего класса я говорю не об этом я говорю о Евангелии о Слове Божьем вопреки Слову Божьем они высасывали силы из народа и не давая потомство уходили в песок вот в чем дело то Индия была уже православная они потеряли ее это житие в Орла и Асафа я делаю подробный разбор разбор у меня в кавычки взяты определенный пакет и туда вставлен дальше что об этом говорит Евангелие вникай в себя и в учение вникай в жития и в учение такого материала не было и не будет они не знают ни Библии ни жития и совесть спит они не страдают за гибель страны а вот по большому счету если брать так ведь все это уже как говорится в прошлом вот какой смысл вообще в этом есть так оно продолжается мы не знаем в чем принести покаяние они ищут совершенно не там мы должны это увидеть и принести покаяние я это говорю вот папа римский он принес покаяние перед евреями что они заступали за них как должно и отдали Гитлеру на растерзание почему русские не говорят об этом бей жидов спасай Россию это русская наработка а они все пошли бить ты еще говорил министр внутренних дел они пойдут все в революцию евреи это еврейская революция была это никто не отрицает 95% состава правительства были евреи надо говорить об этом а мы опять к тому же подошли бороться надо и бороться только евангелем молитвой они так они сами себя не помнят я об этом говорю говорю потому что монашество сегодня в монастыре то есть они нужны повторяю нужны но с другой ориентацией из картошки из хлеба делают водку а можно хорошие пироги сделать вот если взять вот эту ориентацию вот есть ли сейчас вообще такие монастыри которые готовят таких исповедников есть только у католиков вообще выступает ли монахи из Литвы на меня вышел католик мы с ним переписываемся он живет в гости и он говорит вы говорите так но это же неправда я говорю как неправда ну у нас же монастыри специально готовят проповедников где у вас у католиков а я то разбираю 12 томов жития Дмитрия Ростовского у России ну вот так у них как раз так и делают они монахи образуют университеты да где у нас монахи университеты образуют они посылают по всему миру поэтому Северная Америка Южная Америка Австралия все везде католики почему миссионеры а у русских ничего не надо Миклуха Маклай один и на этом закончили а у них же вот эти университеты всегда были да конечно возьмите лучший иллюстратор библии кто католик Гюстан Доре почему они православные то и мы так можем сколько угодно говорить брать они открыли Америку а почему не русские на русский Аляску открыли там где были но дальше это дело не пошло они ее населили не русские русских каких пределов Порт-Артур Финляндия Польша это все русские колонии были надо нести слово Божие живое и истинное и тогда никакого упрека нигде не будет и родственном проповеди спасать ну еще уже полдвенадцатого еще себе ну там если будут какие трудности обращайтесь там я сейчас слава богу мне полегче стало вот это вот загрузка у меня что с ним сделалось почему он перестал загружаете загружаете через какой браузер через хром через хром я делаю все как было ну давайте я сейчас побыстром посмотрю посмотреть может что-то где-то сбилось через хром я загружал и у меня шло нормально потише его но заканчивал быстрее давай тогда отходи глуши нас или как я могу сейчас вы там открюли это скажите мне этот дайвивер сейчас вам дам кто-то у меня